Хэй-хэй-хэй, всем привет, друзья! С вами Тель. И знаете, как вы мне премию дали? Это премия за самый непросматриваемый канал года. Ну, вот видите, она мне даже жопой повернута от меня. Ну, вообще, она должна быть вот так. Чтобы исправить это, вы должны просто... Можете подписаться, поставить лайкосик, или там, комментарий написать, если они у меня, наконец-то, будут открыты. Ну, и не знаю. Может быть... Колокольчик нажмите там, чтобы видео вы видели, не пропускали. То у меня какое-то видео там миллиард просмотров, а какое-то видео один просмотр. Так что все зависит от вас. Давайте добьем эти 60 подписчиков. Давайте, ребята! Ну что ж, давайте приступим. Вот наш журнал 2012 года, январь-май. Насколько он старый? Давайте посмотрим, как изменились цены и все остальное. Были раньше настольные игры. В прошлых журналах я тоже об этом говорила. Стар Ворс, Мина Тавер, потом Мини Тавер. Дальше там какие-то мумии, Лего Сити, Креатионари, Коко Рико, Гарри Поттер, Хогвартс, Шейф и Шип, Ниндзяга и, наконец, та самая Геройка. Сколько игр было, а сейчас остались только шахматы. Лего Дупла. Цена тоже изменилась. Допустим, не знаю, вот этот наборчик, может быть, стоил тысячу сейчас. Тысячу, не знаю. Я не интересуюсь Лего Дупла, я не знаю, какие там цены. Поэтому давайте промотаем. Вот раньше были такие вот наборчики. Не знаю, они сейчас остались, может быть. Вот такие вот наборчики, можешь сам что-нибудь придумать. Вот тебе даются детальки, и ты делаешь. О, смотрите, это по сути Лего Майнкрафт. Тут просто квадратные детали, и это раньше стоило 600 рублей. Ну, по сути, Лего Майнкрафт сейчас, вот так вот, такой набор, он там стоит где-то тысячи три-четыре, наверное. Где-то так. Лего Фрэнс, только начинали в то время раскручивать свое вот это вот все. Только они появились тогда. Потом вот такой вот динозавр у меня был из Лего Крэйтер. Так, в общем-то, наверное, больше ничего не было. Лего Сити. Вот такая вот штукенция. Сколько здесь всего? Здесь много всего. Это такая полиция, наверное, скорее всего лесная. Раньше другая полиция была. Да, тут везде лес указан. То есть это такая загородная полиция. Дальше что смотрим? Это уже более старая. То есть это уже городская такая полиция. Самые первые части, я так понял. Тут даже некоторые мини-фигурки такие старые. Потом Лего Сити пожарные. Лего Сити космос, самолеты, Лего Сити корабли, Лего Сити поезда. Потом Лего тачки. Да, это тачки. Дисней Пиксар. Да, ну такая себе серия была. Я даже не знаю, что о ней сказать. Потом вот такая вот серия была, я так понял, только, ну, кажется, только один год. Потому что в следующих журналах там уже нет таких тачек. Вот так они выглядели. Было четыре персонажа, четыре тачки. У меня была такая и такая. Ну, те, которые указаны на вот этой картинке. Они могли вот так прыгать, когда врезались. Но это было весело. Ну, потом почему-то убрали эту серию. Называлась она Реккерс. Вот эту серию тоже убрали. Она была только один год жива. И у меня из нее только вот такой набор. Или даже вот два таких. Вот. Называется Дина. И вообще хорошая серия. Но теперь ее изменили. И теперь она называется Джурасик Уорлд. И то есть парк юрского периода. И она стала в три раза дороже. Если не больше. То есть, ну, просто вот такие дешевенькие наборчики были. А потом взяли и переименовали Дина. Потому что сделали уже фильм. В следующее время. И переименовали в другую. И то есть там надо им давать лицензию. Вот так Лега сделали. И убрали эту серию. Но она была очень дешевой. И здесь даже указана цена. Это было очень круто. Да. Минифигурки стоили тогда по 99 рублей. Да. У меня вот такая вот есть. Потом. Так. Вот этот вот карлик. Потом. Космонавтка. Вот этот воин. И робот. И кажется все. Ниндзяга. Что же здесь? Ниндзяга. Здесь был второй сезон. Борьба со змеями. Это тоже древний сезон. Когда они вот как раз сделали своим друганом вот этого Ллойда. И когда он стал лидером. Ну Кай конечно этого не очень одобрил потом. Потому что все оставшиеся сезоны он был каким-то лузером Кай. Ну то есть он. Он подавался в дешевеньких наборчиках. И потом вообще в получается Лего Муви Ниндзяга. Это он был каким-то изгоем. Он мне кажется весь фильм просто молчал. Дальше. Так. Ну что собственно. Здесь были вот такие спиннеры. Сейчас их возобновили. Потом были супергерои. Вот такие вот сборные фигурки. Ну как вот эти Hero Factory. Hero Factory тоже очень классная. У меня был вот такой набор. Вот кажется вот этот. Этот у меня точно был. Вот этот не помню. А так это классная очень серия. Они где-то у меня завалялись в ящиках. Если что надо будет тогда показать. Если вы конечно захотите. Вот эти рыбешки у меня было штуки две. Я запутался в русском языке. Спасите. Star Wars. Вот так вот. Эти наборчики стоили по 750 рублей. А сейчас они стоят по 1200 вроде. Потом. Вот такие вот наборы. Про Star Wars практически нечего сказать. Сокол Тысячелетия сейчас другой. И раньше он стоил 8000. Кажется я это говорила еще тоже в других журналах. И смотрите. Внимание. Сейчас будет самое интересное. Как менялась цена Lego за один год. Смотрите. Внимание. Вот это. Вот эти наборчики стоят 500 рублей. Сейчас покажу вам журнал. Которым цена уже другая. Итак. Вот это у нас журнал 2012 года. Запомните. Это 500 рублей. А сейчас я вам покажу журнал уже 2013 года. Который у меня прошлый ролик был. И в нем уже эти наборы стоят. Внимание. 600 рублей. 599. А здесь стоило 499. То есть за год цена уже изменилась. На 100 рублей. Это много. Да. Это много. А потом эти планетки просто убрали. Вот этот набор здесь получается раз, два, три, четыре. И еще плюс 8. Это получается 12. 12 человечков. И он всего стоил 1500. Да. Здесь целая армия из вот этих дроидов можно собрать. Лего техник. Вот такие вот обычненькие машины. Так. Майнстормс. Вот такой раздел. Который, кажется, сейчас убрали. И раньше в самом начале был вот такой вот робот. Потом был какой-то другой. Улучшенный. Но вот этот тоже классный. Но у меня ни одного из них не было. А вот этот вот стоил... Сейчас скажу. Да. Он стоил 13 тысяч. Да. Ну уже не дешевенький был. Но все равно это очень классный робот был. Крутой. Но сейчас его, к сожалению, нет. Мне кажется, вообще нигде нельзя купить. Дальше вот такая вот обложка. Все новости Lego. Lego.ru. И Сити. Сити. Всякие машины. Вот здесь все по тысяче. Как магазин какой-то. Маленький магазин. Здесь все по тысяче. У меня был вот этот машинодом. Или как это? Дом на колесах он называется. А так. И, кажется, вот этот вот... Вот этот мусоровоз. И вот это еще, кажется, машина была. У меня много всего было. Из вот этой вот части. Так классный журнал. Как тогда все было классно. Дешево. Можно было купить за один раз. И все. Но все равно Lego не такое уж и дешевое. Даже тогда было. Ну что ж, это был обзор 2012 года. Январь-май. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Исправьте мой вот этот вот штуку. Исправьте это. Вот это вот задница. И вот это. Давайте добьем 60 подписчиков. Если все-таки откроется комментарий, можете что-нибудь написать там. Ну, а так все. С вами был Тиэль. До скорых встреч. Бум. Субтитры сделал DimaTorzok